Всем привет! В эфире Радик Загидуллин, это Универ Ньюс. Смотри сегодня! Ментимир Шаймиев получит звание почетного доктора КФУ. Об этом стало известно на прошедшем заседании ученого совета ВУЗа. С подробностями Александр Александров. Очередное заседание ученого совета КФУ преподнесло сразу несколько сюрпризов. Главное из них – пополнение в ряду почетных докторов ВУЗа. Единогласным решением совета звание почетного доктора КФУ уже в скором времени получит государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев. В университете признается, что те высоты, которых Казанский федеральный достиг сегодня, и его заслуга тоже. Другой приятной новостью стало то, что до запуска опытного производства лекарств КФУ остаются считанные месяцы. Буквально за пару часов до заседания ученого совета президент Татарстана Рустам Мениханов лично принял у строителей отремонтированное и подготовленное подопытное производство здания, которое находится на территории Татхимфарм препарата. Главе республики показали и рассказали, что и где будет находиться. И самое главное, какие лекарства уже готовы попасть на конвейер. Президент увиденным остался доволен и пожелал Казанскому федеральному как можно скорее воплотить все задуманное в жизнь. Александр Александров, Леонард Вольтьяров, Руслан Уразаев, Универньюз. Далее ты узнаешь, зачем и почему делегация Ирландии навестила Казанский федеральный университет. 24 апреля КФУ посетила делегации Ирландии во главе с главой коммерческого отдела посольства Ирландии, координатором работы Межправительственной экономической комиссии Ирландия-Россия Джерардом Маккарти. Делегация прибыла в Казань для участия в 10-й казанской венчурной ярмарке по приглашению инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Как известно, ключевыми отраслями экономики Ирландии являются фармацевтика, производство медицинского оборудования, информационные и мультимедийные технологии, машиностроение, пищевая промышленность. Эти направления вполне могут стать основой сотрудничества Ирландии с нашей республикой, которая в несомнении внесет свой вклад и Казанский федеральный университет. Аделе Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз. Далее Веб-Ньюз. Самые свежие и обсуждаемые темы интернет-сети. Смотрим. В Казани установили дорожный знак для хоббитов. В России разрабатывают новый Запорожец и ГАЗ-69. Пока единственная фишка проекта – это дизайн. Инженеры решили создавать новинки по мотивам советской классики. Российскими учеными найдено доказательство того, что единый предок всех живых существ, обладающих двусторонней симметрией тела, имел щупальца. К подобным существам принадлежал и древний предок человека. Наличие щупалец помогало ему передвигаться и собирать пищу. В Казань привезли электробус на батарейках, которые заряжаются от проводов. Электробусы средней и большой вместимости по принципу конструирования и применяемому электрооборудованию во многом похожи на троллейбусы, а по общей концепции – на электромобили. Самолеты выстроились в виде числа 70 на репетиции Парада Победы в Алабино. Радио Казанского федерального UFM теперь можно слушать с любых гаджетов. Просто зайди на сайт radio.universмотри.ru Небывалую популярность обрел в интернете мультфильм японского производства, рассказывающий о вреде смартфонов. Его героями стали персонажи, не мыслящие своей жизнью без постоянного общения с мобильными устройствами. За три дня видео посмотрели более 8 миллионов человек. Сегодня в Казанском федеральном снова гости. На этот раз из самого Сколковского института науки и технологии. С каким визитом пожаловали гости, смотри в следующем сюжете. В КФУ состоялась встреча руководства университета и представителей Сколковского института науки и техники. Темой совещания стало обсуждение создания Международной ассоциации центров внедрения технологий. Не секрет, что Казанский федеральный становится инновационным центром технологического развития региона. Такой подход к формированию инновационной деятельности дает надежду, что рывок в будущее состоится непременно. Так, основная идея Международной ассоциации – создать все условия для развития инновационной деятельности, помогая не останавливаться на достигнутом, целенаправленно искать новых потенциальных партнеров. Идея номер один, которая пришла во всех группах одновременно, была создать ассоциацию по помощи коммерциализации именно в самых ранних старых профавканцах. Осознание того, что вузам такая ассоциация действительно нужна, но нет вузов подобной объединяющей ассоциации, которая помогает им вместе сделать эти самые первые шаги. Алина Липина, Руслан Урозаев, Универньюз. Одну из самых актуальных проблем сегодня обсудили на лекции профессора Центральноевропейского университета. О подробностях нам расскажет корреспондент Аделя Валиева. Привет. Съемочная группа «Универсмотри» сейчас идет на лекцию Балдежара Наги. Так, нужно поторопиться. Не хочу опоздать на пару. Балдежар Наги – профессор Центральноевропейского университета Венгрии. Тема его лекции – проблема беженцев всего мира. Он привел 10 аргументов по данной проблеме, выходящей за рамки права. Мне было очень интересно слушать профессора. Он действительно смог убедить слушателей, что проблема беженцев очень актуальна в настоящее время. Ведь они тоже имеют право на спокойную и хорошую жизнь. Защита статусов и прав беженцев – это не только юридические обязательства, но и моральный долг людей. Меня очень обеспокоило то, что в Венгрии защищают беженцев только исходя из юридических обязанностей. Поэтому большого значения этой проблеме не придают. Лекцию Балдежар Наги читал на английском языке, но ее все же переводили на русский, чтобы каждый смог понять всю суть поставленной проблемы. В конце занятия студенты смогли задать профессору все интересующие их вопросы. Ну а мы с оператором, набравшись новых знаний и пополнив словарный запас английского языка, довольны и отправились в редакцию. Адели Валеева, Руслан Нурманов, Универньюз. В мире ученые каждый день совершают открытия. А наша рубрика «Новости науки» знакомит вас с главными и самыми интересными новостями науки. Слово Ралине Киряевой. Как всегда, начну с самых интересных новостей науки в мире. Американская медицинская компания «Васкулоджик» разработала аппарат «Венус-Про» для выполнения роботизированных инъекций и забора крови. Разработка может сделать процесс внутривенных инъекций и взятие крови из вены гораздо более безболезненными, чем в случае традиционного ручного способа. Использование инфракрасного излучения и ультразвука позволяет аппарату видеть вены сквозь кожу и точно определить идеальное место для введения иглы. А в России биолюминесценцию высших грибов несколько лет исследуют специалисты Института биофизики Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Института химической кинетики и горения имени Воеводского и Новосибирского госуниверситета. Ученые впервые стимулировали свечение высших грибов рентгеновским излучением и подтвердили гипотезу о том, что в люминесцентной реакции участвуют активные формы кислорода. На основании этих данных они предположили, что биолюминесценция защищает высшие грибы от повреждающего действия кислородных радикалов. И напоследок в Татарстане. Ученые помогут аллергикам Татарстана быть начеку. Проведением регулярного контроля количества и видового разнообразия пыльцы в воздухе занимаются сотрудники кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Еженедельно по итогам обработки данных информация о сроках и интенсивности пыления основных аллергенно-опасных видов растений будет публиковаться на ресурсе крупной фармацевтической компании. Не болейте, а на этом все. В Казанском государственном архитектурно-строительном университете прошел финал ежегодного конкурса «Мистер и мисс Кагасу». На протяжении всех этапов участники старались показать себя во всей красе. О ярких и радостных минутах, о слезах и переживаниях расскажет нам Динара Камалова. Все концертные номера, представленные на финале конкурса, появились стараниями студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Они сумели доказать, что кроме чертежей, линейок и вычислений у них всегда найдется время на реализацию самых творческих порывов. Яркие и динамичные выступления с легкостью сочетались с проникновенными номерами. В зале «Аншлаг» посмотреть на лучших из лучших пришли все студенты университета. За звание «Мистера Мисс Кагасу» в финале поборолись 10 девушек и юношей. Ими были успешно пройдены все три этапа голосования. Номера финалистов погрузили зрителей в атмосферу настоящего праздника. А вот участникам пришлось поволноваться, ведь на кону заветные титулы. Все болеются, переживают. Очень серьезная группа болельщиков у ребят. Все как-то заинтересованы. Конкурс ежегодный, поэтому все о нем знают и ждут с нетерпением каждый год его. Долгожданный момент объявляют победителей конкурсом. Мы не забываем ощущения, потому что это один раз в жизни такое бывает, стать первым лицом университета. Я волновался, долго ждал этого момента и вот свершилось. А лучшей парой и счастливыми обладателями романтического путешествия в Грецию стали Агусев Руслан и Шамсуддинова Алия. Жалеем, наверное, потрачен. Ну, как бы времени на это все. Действительно, очень много времени уходит на то, чтобы все придумать, чтобы все реализовать, чтобы найти все, что необходимо. Чтобы создать номер, который нравится обоим. Это все очень тяжело на самом деле. Но мы справились, мы очень рады этому. Не успели стихнуть аплодисменты, началась подготовка к следующему году. Завесу тайные организаторы приоткрыть отказались, но намекнули, что постараются удивить зрителей еще больше на «Мистер и Миска Гасу-2016». Динара Камалова, Руслан Урманов, Универ Ньюз. Вот такие новости. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова